В преддверии 75-й годовщины освобождения Славянска на Кубани от немецко-фашистских захватчиков мы побывали в картинной галереи, где представлена выставка портретов почетных граждан города и района, фронтовиков. Есть среди них и освободители Славянска. Мы в нашем репортаже расскажем о нескольких из них. Окопян Николай Андреевич родился в станице Славянской, работал бухгалтером, воевал на Северном Кавказе. Пулеметчик 35-го отдельного понтонного полка 9-й армии, рядовой Окопян, прикрывал переправу через реку Протока во время ее форсирования. Николай Андреевич организовал переправу и 23 марта, когда он уже попал в нашу станицу Славянскую, что он здесь увидел? Он увидел свою родную станицу, где были разрушены дома, кинотеатры, типография. Ему очень хотелось попасть в родной дом, увидеть свою мать, сестру, братьев, но такой возможности у него не было, потому что он должен был идти в направлении города Новороссийска. Он освобождал Крым, Украину, Польшу, Чехословакию. Войну закончил в 1946-м на Дальнем Востоке. После войны возглавлял Славянскую швейную фабрику. Получил удостоверение почетного гражданина Славянска на Кубани под номером 1. Катрич Василий Куприянович окончил Урюпинское военно-пехотное училище и был направлен на фронт командиром минометного взвода. В составе 545-го стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии освобождал родную станицу Славянскую. Минометный взвод гвардии лейтенанта Катрича при форсировании протоки в ночь на 23 марта 1943-го уничтожил 3 пулеметных точки противника и более 30 гитлеровцев. Ему, когда он попал в станицу Славянскую, довелось еще и освобождать от немцев наши улицы станицы. Это в микрорайоне нефтяников и где железнодорожная протока, где железная дорога протока. Там еще оставались немцы. И вот они продолжали их, значит, гнать туда, к голубой линии. И уже к 12 часам наша станица Славянская была очищена от немецко-фашистских захватчиков. Он участвовал в боях на голубой линии и освобождал кубанские хутора и станицы. В одном из таких боев был ранен и снова вернулся в строй. После войны 40 лет работал директором Славянского колхозного рынка. Наш земляк Петр Кириллович Кулешов, выпускник военного училища, первое боевое крещение получил под Арджоникидзе. Мартовская переправа через протоку стала для него тяжелым испытанием. При форсировании реки протоки Петр Кириллович получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. После госпиталя уже он не смог снова возвратиться в ряды Красной Армии. Поэтому он приступил к мирной профессии. Он закончил педагогическое училище, работал в средней школе номер 17, преподавателем военной подготовки, преподавателем физкультуры. Также проводил работу по военно-патриотическому воспитанию. Он, как и все герои нашего репортажа, прожил достойную жизнь, усердно работал, воспитывал детей. И сейчас, приходя в картинную галерею, мы видим портреты наших освободителей, солдат Победы и вспоминаем об их подвигах и добрых делах. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok